МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финансовые показатели снизились. Компания ОДК «Стар» отчиталась в итогах работы в первом полугодии. Новости на РБК «Перем» в студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Экспертный совет регионального фонда развития промышленности Пермского края одобрил заявки четырем промышленным предприятиям региона в рамках программы «Совместные займы». Среди заявившихся редуктор ПМ, навигатор «Новое машиностроение», Пермский завод «Машиностроитель» и Краснокамский ремонтомеханический завод. Программа предполагает льготное заемное софинансирование федеральным и региональным фондами развития промышленности. Согласно сообщению, редуктор ПМ с помощью займа осуществит модернизацию гальванических линий. Предприятие «Навигатор» «Новое машиностроение» получит заем под производство линейки прицепной высокопроизводительной кормозаготовительной техники. На Пермском заводе «Машиностроитель» планирует создать производство механической скоростной обработки изделий авиационных двигательных установок из композитных материалов и титана. Ну а Краснокамский ремонтно-механический завод в результате своего инвестпроекта перейдет на инновационную технологию нанесения защитных покрытий на крупногабаритные корпусные детали сельскохозяйственных машин. Размер займа от регионального фонда развития промышленности выдается под 5% годовых, сумма от 20 до 100 миллионов рублей. Срок займа до 5 лет при условии наличия софинансирования проекта в объеме не менее 50% от общего бюджета проекта и общей стоимости проекта не менее 40 миллионов рублей. Количество безналичных операций в Пермском крае по итогам первого полугодия выросло более чем на 13% и достигло 184 миллионов транзакций. Данные приводит Центробанк. Согласно аналитике регулятора, по итогам первого полугодия в прикаме с использованием безналичных платежей было совершено операции на сумму почти 300 миллиардов рублей. Изменилось и соотношение безналичных операций и операций по снятию наличных денег. Если в первом полугодии 2016 на безналичные операции приходилось 80 и 20% на снятие, в аналогичном периоде 2017 года количество безналичных платежей выросло на 3%, но операции по снятию наличных настолько же и сократились. По мнению экспертов Центробанка, увеличение безналичных платежей в Пермском крае способствовало развитию розничной платежной инфраструктуры. На данный момент в прикаме находится порядка 48 тысяч электронных терминалов. Годом ранее этот показатель был на 5 тысяч единиц меньше. Прибыль акционерного общества ОДК «Стар» в первом полугодии снизилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО опубликовала сама компания. Наибольшая отрицательная динамика за первые шесть месяцев у показателя выручка – 2,3 млрд рублей, тогда как годом ранее было более 5 млрд. Валовая прибыль и прибыль до налогообложения снизилась почти вдвое. Итоговая прибыль за отчетный период составила 320 млн рублей. В первом полугодии 2016-го предприятие заработало почти 570 млн. Кроме того, базовая прибыль на акцию также снизилась с 86 до 49 копеек на одну ценную бумагу. Сейчас предприятие готовится к серийным поставкам аппаратуры для двигателя морского применения в рамках межведомственных испытаний газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 с топливной автоматикой пермского производства. Уже завершены проверки. Агрегаты могут быть установлены, в частности, на десантных катерах «Зубр» и «Мурена». Однако на предприятии пояснили, что говорить о сроках запуска серийного производства агрегатов и заключенных контрактах до прохождения испытаний рана. Необходимые процедуры будут завершены до конца этого года, отметил управляющий директор ОДК «Стар» Сергей Остапенко. Фондовые торги в Российской Федерации стартовали в понедельник разнонаправленно. Свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперты говорят, пока нет особых причин для негативного движения. Сегодня возможна либо консолидация, либо умеренный рост. Ну а рубль в начале торгов немного уступил позиции основным валютам. Доллар поднялся на 7 пунктов. Евро впервые с 16 августа перевалило за отметку в 70 рублей. При этом уже на 11.30 среднеизвешенный курс американца понизился сразу на 60 копеек. Специалисты считают, в связи с тем, что после прошедших выступлений представителей ФРС США и Европейского центробанка внешний фон носит смешанный характер. Курс доллара продолжит балансировать вблизи отметки 59 рублей. Евро же, вероятно, может закрепиться выше позиции в 70 рублей. Ну а пока лучшие предложения по покупке доллара к этому часу в Перми в банке «Финам» 58.35. По продаже там же 58.61. Лучшие предложения по покупке евро также в банке «Финам» 69.64. По продаже в банке «Восточный» 69.95. Эти и другие новости на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и до встречи уже через час. РБК «Пельм» «Ракурс». Год платных парковок. Реальность и ожидания. Сегодня в 16.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин